Друзья, ну вот буквально 10-15 минут назад закончился наш первый матч нового сезона и просто по горячим следам бежим устраивать мини-пресс-конференцию после матча. Тренерский штаб будет, так сказать, в полном составе и заодно возьмем новичка клуба Феликса, пускай тоже поделится своими мыслями. Я лишь напомню, что спонсором этого ролика является самая надежная в своей сфере компания. Спортивных и кибердисциплина вы забили, а мой промокод МОЗ придаст вам уверенности на самом старте. Ссылку найдете в закрепленном комментарии и все, поехали, поехали, поехали. Друзья, пока тренеры готовятся, вот прямо сейчас, смотрите, снизу, если красная кнопка с подпиской, это вообще не дело, сделайте ее серой, потому что ну 60% просмотров без подписки, это просто капсда моему каналу, я буду стараться для вас весь новый сезон Амкала, поэтому поддержите, подпишитесь прямо сейчас и прожмите колокольчик. Друзья, первый вопрос, разумеется, в первую очередь вам, во-первых, поздравляем с первым матчем, поздравляем с победой в первом матче. Добраны были ли вы сегодняшним результатом, потому что три мяча мы все же пропустили, где-то в обороне сыграли не очень хорошо, и кого бы вы выделили именно в нашем составе? Ну, во-первых, хотел бы поздравить всех с началом сезона, с новым третьим сезоном, и болельщиков, и команду выиграли, ну, необязательных, считаю, три мяча, можно было чуть поменьше пропустить, потому что концовочка была нервная. На мой взгляд, сегодня неплохо себя проявил Витя Блатова. Забил два мяча и, в принципе, играл достаточно полезно для команды. Серег, а ты боковой выделил? Согласен? Ну, Блатова, да, из-за того, что забил мячи, причем важные и красивые мячи, плюс очень много цеплялся, то есть это немаловажный фактор, но вообще очень хорошо сыграли, самодача, горели глаза, вот. Ну, вот, опять же, какие-то ошибки в обороне, но я думаю, это немножко несыгранность, вот, и это не все сразу. Я думаю, волнение еще присутствует у многих ребят, я думаю, что даже и у опытных, наверное, сегодня присутствует такое, в хорошем смысле, такой немножко мандраж. Ну, это всегда так, это значит, человек неравнодушен, неравнодушно выходит на боли, поэтому все здорово. Ну, в продолжении темы, Феликс, тогда уж вопрос тебе. Во-первых, опять же, поздравляю тебя с дебютом. Какие впечатления вот у тебя были, вот прям вспомни по горячим следам от первых минут, вот как ты вышел на поле? Ну, конечно, вот, когда первый раз вышел, я в первый раз, получается, на 20 минут вышел, во второй раз 12, и вот эти 20 минут были прям очень напряжные. То есть, ну, когда там мяч принимал, такое прям волнение было, начинал сразу искать свою маечку, не всегда получалось там, сразу туда на Витю, вот. А вот вторые 12 минут уже были прям, ну, поувереннее немножко, потому что, ну, все-таки немножко уже мандраж ушел, и более-менее нормально. Что нового появилось, на самом деле, на тренировках, и как именно тренерский штаб готовил нашу команду? Сейчас мы, скажем так, ну, и подготовка идет, как я скажу, в профессиональных клубах, то есть, насколько это возможно, опять же. Мы должны стать более организованными на футбольном поле, потому что есть небольшие такие огрехи. Ну, это все поправимо, я еще говорю, прошло мало времени, время есть, куда двигаться, работать. Насколько, вот положа руку на сердце, ребята на поле сегодня пытались все это, вот, эти инновации в плане схемы, и именно и тактики воплотить. Насколько у них получилось? Я хочу сказать, что очень, моментами было очень хорошо, и в плане обороны, и в плане атаки. И голы мы забили очень хорошие. Моменты были, когда и Витя Аблатов забил, они засчитали гол через себя ударом, и Ставров пробил в крестовину, то есть, и это все плод был тех, той работы, которую мы пытались сделать на тренировках. А игры к игре, а тренировки к тренировке будет еще все лучше. Ну, будем объективны, наверное, Камеди, при всем уважении, не самый сильный соперник, который нам предстоит по ходу сезона. Вот в каких расспектах, там, Калу, прямо срочные, сейчас нужно прибавлять, вот, прямо в первую очередь по физике, по функционалу, или вот именно по сыгранности, по чувству. Если в рай глобально, надо во всем. Действительно, никто не хотел уступать, и в этом бывает счет 0-0, и вот из-за такой борьбы матч смотрится. А когда счет 4-3, и еще такая борьба. Я думаю, для болельщиков сегодняшний матч был таким очень действительно сильным. Прибавлять, ну, естественно, надо в общекомандных взаимодействиях, а по физической какой-то подготовке. Люди, я видел со скамейки, рвались в бой. Дайте еще 5 минут, дайте еще 10 минут, и я думаю, там много сговорить. И хотелось бы сказать, опять же, большие слова благодарности команде Камеди Клаб. Очень здорово, получился матч. Ну, супер, я думаю, по накалу, по борьбе, по счету, по развитию событий. То есть, все было здорово. Спасибо большое, Камеди. А теперь вопросы от подписчиков. Какие вообще первые впечатления по подбору именно игроков в сравнению с посредним клубом, то есть с Коломной? То есть, насколько сложно с деревяшками, блогерами работать? А вообще, каково именно с блогером работать? То есть, в чем вот отличие? Ну, там считается, что, да, 2-й дивизион, это профессиональный клуб, туда приходят футболисты, обученные после академии, школ. Здесь в большинстве своем собраны футболисты, которые любят футбол. Насколько сложно, но я пока не почувствовал сложности. То есть, все воспринимается, во-первых, адекватно, идет все на таком хорошем диалоге, то есть, все пока супер. Не знаю, как будет дальше, но надеюсь, что все будет хорошо. Серег, ты, я думаю, менее будешь тактичным. Какой самый большой косяк у блогеров? Я ожидал какого-то более непрофессионального отношения. Я был психологически к этому готов. Действительно, пацаны очень профессионально. Даже Феликс? Да, 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 все без увлечения, да. Очень много спрашивали, по какому принципу будет распределяться именно игровое время в этом сезоне. Есть ли понимание вот именно стартового состава, железобетонного, либо нет, будет ротация, и опять же, в старте могут выйти разные ребята, и плюс-минус там все будут получать какое-то игровое время. Проблема есть в этом, потому что игроков много, и больше, опять же, игроков у нас атакующих, чем игроки, которые играют в обороне. Но мы постараемся сделать так, чтобы все максимально получили игровое время, все максимально насладились этим сезоном. И еще раз говорю, чтобы для каждого этот сезон стал лучше, чем предыдущий. Вопрос на 50% от подписчиков, но на 50% на самом деле от самих ребят из клуба. Можете буквально там на пальцах объяснить, кто за что отвечает из вас? За все вдвоем, за все. Бригада. Если нас уберут, уберут вдвоем. Или я не думаю, что кто-то кого-то подсидит. Да нет, я думаю, здесь такой момент, что действительно у нас обоюдный. У нас очень много видений футбола с Денисом Ивановичем сходится. Это идет как, не знаю, тандем, да, можно такое слово сказать. То есть даже каких-то нет противоречий по заменам, по видению игры. Денис Иванович, и вопрос вам. А как вообще начались взаимоотношения с Анкалом? Как вы вообще узнали, во-первых, о существовании такого клуба? И во-вторых, как именно пришло приглашение вообще? Ну, буквально вкратце. Вот человек сидит, который познакомил меня с Анкалом. Ну, познакомил меня с Гермоном, Эль Классик. Мы встретились, переговорили. Спасибо еще раз за приглашение. Ну, честно могу сказать, честно, положа в ротдмастерца, до того момента, пока Сергей меня не познакомил, не вел курс, что есть такой футбольник на Бантау, я, честно, про него не знал. Итем, я тебе больше скажу. Денис Ивановича сейчас продление лицензии будет в сентябре. То есть это очень-очень большую роль сыграло. Здесь совпало многое, что в Анкал пришел профессиональный тренер, а у него на этот период не было занятости. Если скажу, вот это стечение обстоятельств, которые, я думаю, ну, посмотрим, как пойдет. Сергей Ксунан, задать вопрос. Расскажи про атмосферу в раздевалке вообще. Как тебя встретили, приняли и какие цели вот именно ты себе лично ставишь на этот сезон? Приняли очень хорошо, на самом деле. То есть, ну, я не ожидал такого. Все только подбадривали, не было ничего такого негативного. И я из-за этого прям завелся. Какая главная цель вот этого нового сезона Анкала и для вас, и для команды в целом? Победа в каждом матче. Да, я тоже думаю, здесь как вопрос и по составу. Здесь надо вот эту золотую середину найти. Нужен обязательно результат, потому что только от этого все получают удовольствие. Мы, игроки, болельщики. Ну и тем не менее элементы этого шоу. Ну, я думаю, пацаны с этим справляются отлично. Ну и в завершение предлагаю каждому из вас немножко поделиться впечатлениями именно от трибун сегодняшних, от болельщиков. Потому что желтый уровень опасности у нас. Я ехал сюда, шел дождь, тем не менее, ну, практически полностью забили. Спасибо такому огромному Гриста Болельскому, что приходит, поддерживает. Я думаю, что это идет только на популярность футбола. Ну, я думаю, в плане медийности и вот болельщиков, вот эта вся атмосфера. У Амкала могут поучиться многие даже профессиональные клубы, открытости. Поэтому вообще поддержка отличная. Спасибо большое всем. На самом деле было сложно. Очень много было в комментариях по поводу именно меня. Там кто-то был против, даже большая часть была против. Но в целом сегодня все ребята поддерживали и кричали, особенно когда вышел там, поддержали. И за это им огромное спасибо. То, что вот они приходят, забивают стадион, это прям круто. Ну, вам еще раз огромное спасибо, что уделили внимание, что ответили на вопросы ребят. Это были самые лайтовые. Иисан Иванович, я еще раз не буду так тщательно там фильтровать и модерировать, будет и жестче. Но я думаю, вы привыкнете к этому стилю общения, привыкнете к шоу. Так что огромное спасибо. Ссылки на инстаграмы, на канал обязательно оставлю в описании. И после следующего матча готовьтесь. Думаю, будет жестко. Ну, после следующего матча, наверное, жестко и будет. Всем будет жестко. Друзья, вы тоже можете задать свой вопрос одному из тренеров Амкала или одному из игроков. Для этого подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что сегодняшние вопросы я собирал именно там. Я буду публиковать стори перед матчем, в которых вы сможете задавать любые вопросы. Каверзные, некаверзные, серьезные. Выберу лучший. И сразу после следующего матча нас ждет новая мини-пресс-конференция. Поэтому грузите, ребята, лукасы. Поддерживайте годные старания. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!